Где-то мы это уже видели. Ровно год назад наша телекомпания снимала эту же контейнерную площадку у дома 5А по проспекту Текстильщиков. И по иронии судьбы, и тогда, и сейчас вишенкой на зловонном торте была новогодняя елка. Как свидетельство того, что дворник сюда наведывается нечасто. Даже уже хочется переезжать из этого района, потому что неприятно проходить. Проходят беременные женщины с детьми. Вот недавно вообще здесь стекла разбитые были. Приезжает машина, забирает только вот эти вот мусорные баки, а вокруг вся вот эта вот грязь, все вот эти строительные материалы. Куда же людям выбрасывать? Они выбрасывают рядом, потому что туда уже не вмещается. Этого недостаточно. После нашего прошлогоднего репортажа мусор убрали. Компания «Прогресс» даже тогда пообещала, что такого больше не повторится. Но по-хорошему опять не получается. Рекуператор мусор из баков вывозит. А вот площадка вокруг постоянно захламлена. Что касается вот залежей сбоку и по бокам и сзади. Они лежат месяцами, кварталами и полугодиями. Пока мы не вызываем вас, пока не поднимаем скандал. Управляшка ничего делать не хочет совершенно. Она нас опустила, как людей. Нам жить невозможно. А вот крысам такое свинство по душе. Пенсионерки уверяют, что живет тут целая семейка грызунов. Минимум штук пять. Видела сама лично, своими глазами. Я глазам не поверила. Говорю, это кошка. Прям пригляделась, она опять выглядывает. Крыса, натуральная крыса. Безобразие. Дети ходят, а лето будет. Она может и броситься. Надеемся, что и после этого нашего сюжета управляющая компания «Прогресс» отправит дворника на уборку контейнерной площадки. А рекоператор соберет весь мусор, а не только тот, что в баках. Все-таки впереди Пасха. И встретить ее нужно с позитивными мыслями. В убранной квартире и желательно в чистом городе. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова